мур привет друг это зверько ну что разобрался с упрощенной ло и и просто зашел послушать что я расскажу ну что же раздевайся присаживайся держи чай здравствуй видеоряд был записан еще на тестовом поэтому можешь не обращать внимание на промахи и не прожимающиеся скиллы или обращаем если хочешь всяко лучше чем те кто показывают он ли режим практики про навыки пассивка условно нажимаешь навык он меняет стихию на противоположную конечно это касается 1 и 2 навыка эти два навыка оставляют стихийные метки которые держатся 6 секунд первый навык снаряд который летит недалеко при попадании в цель разлетается шарапнелью на героях оставляет стихийные метки на мобах и крипах нет вообще фармить лес ло и слишком длительное и неблагодарное занятие зато навык быстро перезаряжается и имеет в стаке 4 снаряда метки вешаются на самих героев как я и говорил если одна метка заменяет другую лоб получает щит и ускорение если эффект задевает несколько героев они получают урон от шарапнели но эффект щита засчитывается как за одну цель если рядом два героя врага и на одного ты повесишь светлую на 2 темную метки они притянутся будет взрыв и оглушение для них основное правило навыка не ленись прицеливаться снаряд летит достаточно медленно чтобы цель отбежала второй навык ло и ставит на землю стихию которая поджаривает врагов и ненадолго замедляет нужно понимать что метка держится на месте они на врагах противник подбегая с противоположной стихией будет притянут к метки на земле а если стихии одинаковые то ничего не случится поэтому приходится лишний раз порой кидать первый навык воздух чтобы сменить стихию на противоположную заранее поэтому я считаю зря убрали четвертый навык да было бы сложнее играть но более гибче по ситуации самое прикольное второй навык накладывается мгновенно ульта вот причина бомбежа многих опытных игроков не сбиваемая массовая телепортация союзников кроме того прокачивая навык до 3 уровня ты получаешь уменьшение перезарядки на 10 процентов луи даже не надо поддерживать этот телепорт прожала убежала кстати им тоже надо целиться если просто нажать на навык ты поставишь телепорт себе же под ноги и так луи можно использовать по-разному как саппорта и врубить все в кд телепорта скорее всего так будут делать фулл пати на хайрейтах можно ввалить все в урон и отыгрывать магом но это банально и скучно я предлагаю собрать нечто среднее с максимально использованием массового урона берем мага со вторым перком плюс скорость движения и проникновения пассивка и первый навык позволят часто поджигать противника дополнительный навык использовать как постоянный скейп ульту это не рационально поэтому выбираем между спринтом вспышкой и огненным выстрелом лично я предпочитаю спринт сборка обувь демона ради маны пылающий жезл мгновенно повысит мощность второго навыка который держится аж 6 секунд жезл молний ради магической силы и перезарядки ожерелье заточения превратит в ад массовые бои для противника священный кристалл опционально у меня он для увеличения магической мощи зимний жезл покупается по ситуации или раньше или вообще не покупается его задача в том чтобы дать тебе время на отход с помощью ульты можно заменить на палочку гения или жезл снежной королевы кому как нравится с такой сборкой удачно поставленный второй навык сильно вредит противнику они получают антихилл и двойное горение а если ты удачно накинешь первым навыком то тройное горение тактика и хитрости этим магом придется наигрывать чтобы привыкнуть для начала чтобы не путаться держи первый навык в другой стихии чем 2 то есть если оба навыка светлые выстрели разок первым воздух далее как я и говорил не ленись прицеливаться первым навыком главное повесить первую же метку на противника а после уже можешь поставить второй навык так чтобы противника притянула в ту сторону которую тебе надо если противник с меткой сам подбегает наземной метки притягивание изрыв все равно срабатывают если второй навык на перезарядке то старайся первым навыком выцелить разных противников чтобы вызвать оглушение и конечно не початый край использования массовой ульты и для наступления союзников и для отступления с неудачного боя даже можно телепортировать куда подальше лейлу в рейтинге чтобы не мешалось можно опередить убегающего врага и встретить его или всей бандой завалиться к уже почти убитому лорду . назначение на карте видна для союзников а сам выход телепорта подсвечивает свое место в том числе кусты и можно подсветить ситуацию с черепахой лордом или вообще прыгнуть в кусты с тыльной стороны противника и зайти с неожиданной тропы вариантов использования очень много а благодаря тому что герои бесплатный то и троллей которые будут вредить своей команде тоже будет много но онлайн игры они такие надо все надеюсь мне удалось познакомить тебя с этим новым героем однако не отключайся в этом видео тоже есть конкурс на 500 алмазов тебе нужно лишь подписаться на этот канал и канал голос зверьков ссылку также найдешь в описании и еще оставь под этим видео комментарий и поделись этим видосом я выберу случайный коммент и свяжусь с победителем вот теперь совсем все удачных боев друг